Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство «Недвижимость Титул». Сейчас я вам покажу домовладение. Ди ниже в описании я укажу его общую стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарский край, Курганинский район, поселок Октябрьский. Смотрим. Друзья, хочу вам показать вот такое домовладение. Оно состоит из двух частей. Я имею в виду левая часть, это как бы, знаете, как одна вторая. Левая часть, это, получается, соседи живут, правая часть, это который дом буду вам показывать. У него адрес поселок Октябрьская, улица Ленина. Давайте сейчас покажу вам улицу, чтобы понимали. Кстати, здесь, друзья, рядом школа и садик. У нас вот такая улица, перед двором вот такая лесополоса. Никого тут нету. И вот, друзья, от силы вы пройдете, ну, 300 метров, школа, садик, все рядом. Вот ребенок спокойно пройдет именно по этой улице и дойдет до школы и садика. Перед двором мы видим с вами, получается, вот это слива, две сливы, вишня, вишня, опять вишня. Что-то много тут вишни. Тут, друзья, в основном только вишня. Вот это все вишня. Ну, тоже классно. Уже радует, что, в принципе, очень много здесь, кстати, деревьев тут достаточно. Забор из профнастила. Обязательно у нас ворота. Тут два гаража, пусть они не будут большие, но тут два гаража есть, друзья. Сам дом блочный, утепленный. Обшит вот этим садинком. Кровля, кстати, металлопластик окна. Кровля у нас шифер. В этой части вот такой гаражик. И вот видите, вот гараж. И вон он еще гараж. Вот он гараж, где помещается вот такой легкой автомобиль. Он кирпичный. Ну, мой автомобиль, конечно, не зайдет. А вот такой спокойно. Даже вот так покажу вам. Кстати, яма у него. И смотрите, давайте я вам покажу подвал, пока он открыт и пока не забыл. Кстати, зона как палисадник. И вот он подвал. Давайте сейчас вот так спущусь. Он небольшой. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Что у нас тут? Ух ты ж. Так, ну, такой подвальчик. Кстати, в рост человека я спокойно стою. Сухо абсолютно. Кстати, тут очень прохладно. Ну, видно стенки кирпич. Ну, друзья, пожалуйста, есть где что хранить. Классно. Выходим. Вы ж любите подвалы. Вот показываю. Двор бетонированный. Грязи никакой у вас не будет абсолютно. Это маленький гаражик. Летний душ. Кстати, вот здесь. Сейчас вам покажу. Вот такая территория. Яблоня. Вон тоже яблоня тоже. И маленький сарайчик. Маленький сарайчик. Обязательно эти помещения вам пригодятся. Виноград очень хороший. Всегда будет тень давать. Ну, это такой навесик небольшой. Видите, под велосипеды. Опять мы видим с вами вот такой гараж. Здесь у нас Жигули спокойно помещается. Видите? Спокойно заехал. Закрыли и спрятали. В этой части мы видим с вами вот такой навес поликарбоната. Кстати, друзья, здесь газовый счетчик. В доме все удобства. И смотрите, летняя кухня. В доме кухня обязательно есть. А это, знаете, как летний вариант. Здесь у нас стоит газовый котел. Бойлер. Газовая плита. На полу плитка. Так, ну и здесь, конечно, пластиковое окно. И вот радиатор. Холодильник. Потолок вот так выглядит. Ну, замечательно. Друзья, для этого и нужно. Теперь смотрим здесь. У нас центральный водопровод на улице. И в доме обязательно здесь. Смотрите, здесь какая тень. Тоже виноградник. В этой части как бы плитка забетонирована. Вот мы видим здесь навес. Ну, для того, чтобы, я так понимаю, что-то делать и чтобы вам не капало. Ну, замечательно. Давайте сейчас вам покажу. Смородина. Смотрите, груша какая. Это как бы огород. Ну, огород у нас еще там, не переживайте. Там мы тоже с вами огород увидим. С этой стороны малина. Кстати, виноград, смотрите, какие толстые лозы. Ну, много лет уже. Малина. И так вот, это яблоня. Хозпостройки, друзья. Ну, давайте вот у нас... Вот эта хозпостройка тоже относится к этому дому. Ну, давайте покажу вам вот эту часть. Потому что помещение... Кстати, блочное помещение, видите. И с той стороны тоже самое. Такая же площадь вот этого сарая. Тоже немаловажно для вас будет... Обязательно, вернее, пригодится. Обязательно. Это соседи. Яблоня. Вот тоже яблоня. Видите, тоже такие, как хозпомещения. С этой стороны тоже хозпомещение. Видите, в ряд. Тут помещений очень много. Айва. Яблоня. Кстати, вот видно яблоня. Вот такие яблоки прям видно. Уличный туалет. Вот вишня, друзья. Давайте сейчас покажу вам. Абрикос. Смотрите, какое большое дерево. Это абрикос. Ну, видно свинарник. Вот в этой части. Опять вишня. Большая. Кизил. Тутовник. Опять сарай. И, я так понимаю, это у нас слива. Только что-то я не вижу на нем. Плодов. Черешня. Вот черешенька. Я вообще черешни очень люблю. Вишня. 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 Вот сарайчик тоже, друзья. Вот тоже сарай. Тоже немаловажно. Ну, знаете, под лук. Под, я не знаю, кукурузу, если надо. И вот он, огород. Вот он, огород. Ну, не будем сильно заходить. Вот это, их тоже, вот огород относится вот к этому дому. Ну, друзья, в принципе, все, что надо здесь есть. Я имею в виду сейчас из плодовых деревьев. Сейчас посмотрим с вами дом внутри. Там, получается, заходите в прихожая кухня. Как бы две спальни и гостиная. Ну, сейчас посмотрим. И, кстати, туалет, ванна тоже. Кстати, вот деревья тут чуть-чуть надо подрезать ветки, чтобы петух как раз кричался. На самом деле, вот садик, школа, все шаговые доступности. И, в принципе, и, кстати, каждый час проходят маршрутки. Вот я сейчас с хозяевами поговорил. Каждый час проходят маршрутки. Смотрите, двор, в принципе, нормальный. Я имею в виду чистый, аккуратный. Ну, может быть, кому-то это что-то не нравится. Ну, по крайней мере, то, что я иногда вижу, друзья, это нормальный вариант. Сейчас посмотрим дом внутри. Вот, заходим вовнутрь, друзья. Вот такая у нас прихожая. Полы деревянные. Ну, старенький домик, друзья. Говорю как есть и говорю то, что вижу. Так, ну, в этой части мы видим с вами электросчетчик. Полы, в принципе, ну, так, знаете, они ровные. Ну, поскрипывают. Тут как ни крути, это где-то скрипует. Так, здесь мы видим с вами вот такую дверь. О, радует, что четко закрывается. Вообще, молодцы. И вот, смотрите, вот такая у нас получается как бы столовая. Пол, как я говорил, деревянный. Вот видно, что здесь линолеум. Получается уголок, где вы будете кушать. Видим, что здесь стоит большой холодильник. Помещается и микроволновая печь. Обои. Так, внутри уютненько. Видно, что потолок поклеили обои. В этой части мы видим с вами кондиционер, пластиковые окна, чугунный радиатор. И смотрите, вот здесь кухня. Ну, я имею в виду, где кушать готовят. Вот кухонный гарнитур небольшой, газовая плита, вытяжка, раковина, горячая, холодная вода. Вот у нас уголочек в этой части. Кстати, здесь тоже вот разместили. Я не удивлюсь, что эта мебель вся останется. В этой части мы видим с вами ванна, унитаз, плитка, раковина и стиральная машинка. У нас вся ванна, вот видите, это все в плитке. Единственное, что вот здесь мы видим с вами пластик и тут пластик. Так, дверь у нас вот так закрывается, чтобы понимали. Вот закрылись и, пожалуйста, никто не видит, что вы купаетесь. И знаете, мне что понравилось, друзья? Вот у нас спальня, которая как бы отделена. Если у вас, ну, допустим, бабушка, дедушка, не знаю, вы хотите, чтобы как бы чуть-чуть они отдельно жили, пожалуйста. Вот она, эта комната. Она, в принципе, не маленькая для старенького дома. Обои, высота потолков, в принципе, приличная для старых домов. Здесь спокойно двуспальная кровать, диван, все что угодно поместится. Полы тоже деревянные, пластиковое окно, чугунный радиатор. В принципе, нормально. Ну и самое главное, давайте сейчас вот так камеру поверну, смотрим. Дверь четко закрывается, смотрите. Вот как бы спальня у вас отдельно одна. Переходим с вами к гостиную. Гостиная тоже такая для старенького дома. Нормально, чисто, уютно. Помещается шкаф. Когда-то в детстве у нас такой был. Кстати, это белореченская фабрика делала когда-то. Телевизор, диван, ну и угловой диван. В принципе, друзья, тоже полы деревянные. Высота потолков достаточно нормальна. Бывают, знаете, старые дома, смотришь, так низковато. В общем, нормально. И вот здесь дверей нету. Вот видно, что они, вот доборы все это сделали. Ну, дверь можно поставить. Ну, тут два человека живут, друзья. И вот смотрим. С вами видно, что помещается двуспальная кровать. Высота потолков тоже нормальная. Давайте вот этот угол вам сейчас покажу. Вот, в принципе, нормально. Вот так это все выглядит, друзья. Так, ну, давайте я вам покажу. Давайте хотя бы толщину стен здесь. А то так хожу, хожу, не показываю. Ну, видно. Ну, тут, друзья, учитывая, если брать сайдингом, где-то, ну, сантиметров по 30 будет. Пластиковые окна. И давайте вот чугунные радиаторы все. Вот так они выглядят. Прилично. Ну, что, друзья, показал вам очередной обзор недвижимости. Напоминаю, что дом находится, Краснодарский край, Курганический район, поселок Октябрьская, улица Ленина, 1. Радует, что школа-садик, друзья, на самом деле в шаговой доступности. Практически каждый час проходят маршрутки и автобусы. Магазин, все в шаговой доступности. Здесь находятся два недалеко пруда в одну сторону почти 2 километра и в другую сторону почти 2 километра. Можно пешком дойти, но лучше на велосипеде или на автомобиле. От асфальта недалеко. Видели на улице, показал, как это все выглядит. Хост постройки. Пусть два небольших гаража. Летняя кухня. Подвал мы видели с вами. В принципе, внутри, обратили внимание, состояние нормальное, друзья. Опять же, я сейчас говорю свое личное мнение вам решать самим, стоит его смотреть или нет. Друзья, цена будет указана ниже в описании. Также будет указана площадь и количество земли. Если заинтересует вас этот дом, можете звонить мимо. Мой номер телефона указан ниже в описании, друзья. И также не забываем, что мы занимаемся недвижимостью. Курганец, Белореченск, Абширонск, Хадыжин, Стали, Горячий Ключ и Майкоп. И также от Игея, друзья. Не забываем, что мы можем вас встретить в аэропорту, либо на ЖД вокзале. Также мы можем предоставить вам проживание, пока мы вам ищем недвижимость. И не забываем, также мы можем хранить вещи, если вы приезжаете уже с вещами. Друзья, мы можем показать абсолютно все, что продается в той геолокации, где мы занимаемся. Ну и, конечно, сделаем юридическое сопровождение. Друзья, напоминаю, что наши услуги стоят до миллиона 30 тысяч, выше миллиона 3% в эту сумму вносим, что касается оформления покупателя. Ну и, конечно, пост недвижимости. Если вас ничего не устраивает, вы ничего не платите, друзья. Друзья, также даем вопросы в комментарии. Ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков, агентство «Недвижимость Титул». Пока-пока!